Ненецкий округ в группе лидеров. Аналитический центр МСП Банка подвел итоги исследования условий для ведения предпринимательской деятельности в регионах России. Снова в школу. Регион готовится к первому сентября. Время новостей на телеканале Север. С картиной дня вас познакомят наши корреспонденты. В студии Алина Ваучейская. Ненецкий автономный округ вошел в число лидеров по качеству условий для развития малого и среднего бизнеса. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра МСП Банка индекс качества условий для малого и среднего бизнеса региональной диспропорции. В рамках проведенного исследования оценивались условия для ведения предпринимательской деятельности в регионах России. В число регионов лидеров рейтинг А очень высокое качество условий для МСП вошли 13 экономически развитых субъектов России. Ненецкий округ, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Ростовская, Тамбовская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. Риски в регионах группа А, как правило, невелики и нивелируются значительным экономическим потенциалом. Большинство регионов характеризуется высокой степенью стабильности бюджетной системы, а также сбалансированной социальной ситуацией, отметила руководитель аналитического центра МСП Банка Наталья Литянская. В категорию догоняющих регионов группа Б попал 21 субъект Российской Федерации. Средняя группа С оказалась наиболее многочисленной, в нее вошли 30 субъектов России. В категории отстающих Д отнеслись 15 регионов, явным аутсайдером и 3 региона. Снова в школу. 1 сентября в Ниньском округе в свои двери откроют 37 общеобразовательных учебных заведений. За парты сядут более 6 тысяч школьников. По традиции пройдут праздничные линейки. В связи с этим сотрудники полиции усилили бдительность и оперативное реагирование на сообщения о возникновении чрезвычайных ситуаций и совершении правонарушений. Особое внимание будет обращено на процесс перевозки детей, ужесточение ответственности водителей, проведение более тщательного медицинского освидетельствования, техническую оснащенность автобусов, соблюдение скоростного режима. Сотрудники полиции проверили все общеобразовательные учреждения Ниньского автономного округа на предмет антитеррористической защищенности, а также кнопки тревожной сигнализации и пропускного режима. Особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений. В день знаний 1 сентября охрану общественного порядка будут осуществлять более 90 сотрудников Управления Министерственных дел Российской Федерации по Ниньинскому округу. Получать знания, не выезжая из тундры. Ниньинский округ планирует обучать детей оленеводов в кочевых школах. В регионе предполагается создать сеть детских садов и школ, которые работали бы в оленеводческих стойбищах. О перспективе этнокультурного образования расскажет Валентина Чибичек. Связь с родителями, сохранение обычаев и традиционного образа жизни. Такие доводы приводит Департамент региональной политики округа, который будет разрабатывать модели кочевых школ. В специальных учебных заведениях планируется обучать детей оленеводов. Концепция кочевых школ строится на том, что маленькие жители тундры, которые достигли школьного возраста, продолжают воспитываться в семье и имеют возможность получать новые знания, осваивать образовательные программы. При этом с малых лет ребенку прививается любовь к родной территории и к традиционным видам хозяйствования. Думаю, в дальнейшем такая практика позволит решить и вопрос кадрового дефицита в приоритетной для НАУ отрасли оленеводстве. У нововведения немало положительных эффектов. По подсчетам специалистов, организация кочевых школ более экономична в сравнении с бюджетными расходами, связанными с вывозом и содержанием детей в школах-интернатах. Пилотный проект планируется реализовать в Ненецкой общине Канин. На сегодняшний день там проживает 38 детей дошкольного возраста. Мы связались с Канинским сельсоветом, чтобы узнать мнение местных жителей. По словам главы администрации Галины Варницной, подобное образование будет полезным для дошколят и младших школьников. А вот учащимся средних и старших классов кочевая школа не может стать альтернативой сельскому или городскому учреждению. В такой школе у учителей ограничены возможности. Даже информатику невозможно преподать по книгам. У нас нет интернета в тундре, у нас нет там мобильной связи. Все равно дети должны обучаться в той среде, в которой они потом в дальнейшем будут учиться. По мнению Галины Варницной, учащиеся кочевых школ будут неконкурентоспособными. Поселковые и городские учреждения дают детям всестороннее образование. Есть занятия по музыке, танцам, спортивной секции, декоративно-прикладное творчество. Не менее важна и социализация в среде сверстников. Подобный опыт организации учебного процесса детей-кочевников существует на Ямале. В соседнем регионе кочевым дошкольным образованием охвачено более сотни детей. Там с 2012 года активно развивают образование в тундре. В прошлом году в местах кочевий предоставляли образование 14 организаций. 9 детских садов, 1 школа-сад, 3 школы. Для таких учреждений даже готовят специальных кочевых педагогов. Полноценная реализация проекта началась только после того, как мы внесли необходимые изменения в оригинальную законодательную базу. У нас кочевая форма обучения закреплена в нашем законе об образовании. Разработаны вариативные формы организации образовательного процесса. Мы закрепили повышающий коэффициент заразвездной характер работы педагогическим работникам. Методическим сопровождением проекта у нас занимается Оригинальный институт развития образования. Региональные власти Ямала отмечают увеличение охвата дошкольным образованием и повышение занятости населения. Кочевая школа позволяет найти индивидуальный подход в воспитании ребенка. Малыши на протяжении обучения не отрываются от семьи. А это значит, дети не теряют навыков общения на родном языке и сохраняют традиционные знания. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Охота за черными рыболовами продолжается. Около двух километров сетей порядка 30 рыбин ценных пород. Таковы результаты очередного рейда сотрудников Центра природопользования и охраны окружающей среды. Метелинары празднуют новоселье. В Наринмаре открыто новое здание станции по борьбе с болезнями животных. Более двух километров рыболовных сетей изъяли сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. Накануне они вновь отправились в рейд по рекам Канина-Тимания. В состав инспекции вошла и наша съемочная группа. В Центр природопользования и охраны окружающей среды поступила информация, что вблизи поселка Индиго расставлено большое количество сетей. Туда первым делом и отправилась инспекция. Данные подтвердились. Снасти выставлены прямо напротив столицы Тиманского сельсовета. Надзорные органы считают, что это серьезная недоработка местных властей. Поселковая власть, сотрудники, там, по-моему, есть сотрудник полиции участковый. Как-то на это реагируют, все не очень понятно. То есть прямо из поселка видны сети, которые незаконно стоят на пути миграции с Атлантического лосося и других ценных пород рыб. Меры никакие не принимаются. Людям легче быть безработными, хотя я думаю, что в поселке работы имеется. Но добывать биоресурсы, продажа, ну и вот так проще и удобнее. Следующая в маршруте деревня Воланга. Одноименная река – золотая жила для незаконных рыбаков. Река полностью перегорожена в нескольких местах. Не только перегорожена, а все-таки стоят в шахматном порядке. Естественно, никакая рыба здесь пройти на нерест не может. Стадо выбивается, просто выбивается стадо. Все мы же. Как оно будет восстанавливаться, это вопрос уже другой. На Воланге инспекторы обнаружили место дислокации браконьеров. В палатку со всем необходимым для проживания едой с сетями. Неподалеку нашли тайник с недавно пойманной рыбой. 17 штук семги и 19 горбуши. Барконьерам удалось улизнуть. Завершающая точка в маршруте – река Черная. Она также является нерестовой рекой. Водоем был перегорожен в трех местах. Инспекторы выпустили из сети в естественную среду обитания две рыбины горбуши. Черным рыболовам и здесь удалось скрыться. В устье реки стояла моторная лодка с провизией. Всего в результате рейда было срезано около двух километров сетей. Рейды будут продолжаться. Алина Волчейская, Роман Делимарский, телеканал «Север», Ненецкий автономный округ. 31 августа по всей стране отмечается День ветеринарного работника. Окружные ветеринары получили в свой профессиональный праздник самый большой и ценный подарок. На январе открыто новое здание станции по борьбе с болезнями животных. Одной из первых в новостройке побывала Алена Валей. Свою историю окружная ветеринария начала в далёком 1933 году, когда была образована ветлаборатория, при которой работал противоэпизоотический отряд. За годы своего существования лечебница поменяла несколько помещений, но всегда они были приспособлены для работы окружных айболитов. В своё время мы, депутаты, посещали ваше старое здание и не понаслышке знаем, в каких трудных и непростых условиях мы работали, в том числе по приёму населения. Сегодня, я думаю, что эти все не очень хорошие условия работы позади. За последний месяц это уже второе новое здание, которое было открыто в Нарьенмаре. В 20-х числах красную ленту перерезали около отделения скорой помощи. Теперь пришёл черёд больницы для животных. Начинаем ещё одну традицию. Мы начинаем резать ленточки. Не тогда, когда просто построили здание, а потом два года ещё пытаемся туда заехать. Мы сначала заезжаем, смотрим, высказываем все претензии к строителям. Моих, я надеюсь, было не очень много, зная умение Александра Геннадьевича работать. Он очень хорошо себе рекомендовал, своей работой в округе. И только потом уже режем ленточки. И вот оно событие, которого ждали более 80 лет. Станция получила новый дом. Почётную миссию губернатор региона перепоручил заведующей отделом по диагностике заболеваний Марине Ивкиной. В окружную ветеринарию она пришла в 1999 году. И более 15 лет проработала в старом здании ветлаборатории. Поэтому ей есть чем сравнивать. Если мы работали раньше в зданиях в 30-х годах в постройке, где не было ни воды, ни канализации, ни вентиляции, это основные, в общем-то, без этих условий невозможна деятельность какой-то ветеринарной лаборатории, то теперь здесь у нас созданы, естественно, все условия. В старом здании, по словам сотрудников, условия для работы они создавали своими руками. А проведение некоторых исследований и хранение особо опасных веществ и вовсе было практически невозможно. Шкаф металлический, где хранятся тоже летучие кислоты, щёлочи, реактивы, которые тоже должны храниться в шкафах, подключенных к вентиляции, чтобы работники, специалисты не дышали вредными веществами. Вместе с людьми новоселье отметили и животные. Без них работа по своевременному выявлению инфекций и, соответственно, её лечению было бы невозможно. Для постояльцев построен просторный виварий. Это помещение для животных, которых выращивают для исследовательских целей. Здешний сторожил – баран. За семь лет жизни лабораторного барашка можно считать уже почётным донором. Его кровь – основной материал для приготовления питательной среды при микробиологических исследованиях. Ну а самые многочисленные жители вивария – грызуны, морские свинки и мыши. Пока животные живут в старых деревянных клетках, но скоро их переселят. Конкурс на покупку оборудования уже завершился. Ожидается поставка. Так что лабораторные животные в этом году отметят двойное новоселье. В новых условиях будет вестись и приём четвероногих пациентов. На прививочку подошли? А, на прививочку просто подошли? У нас ничего не болит. Теперь приём больных и здоровых животных ведётся в разных помещениях. Это сокращает риск заражения четвероногих. В арсенале ветеринаров появилась и новая техника. Но её приобретение было потрачено более 6,5 миллионов рублей. Самым дорогостоящим стал рентгеновский аппарат. Она установлена, но не приспособлены. Помещение для рентгена. Ранее люди пользовались услугами искательской поликлиники. Но это не совсем правильно, когда люди и животные проходят рентген на одной и той же установке. Также в новом здании четвероногим пациентам станет доступно ещё одно новое исследование – ЭКГ. Теперь домашние любимцы будут получать полноценную ветеринарную помощь. А самим сотрудникам станции намного приятнее работать в помещении, где есть водопровод, всегда тепло и светло. Алена Валей, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции «Зелёная Россия». Чтобы они сразу же приезжают куда-то, чтобы пакеты брали с собой, всё выкидывали и уже выкидывали на контейнеры специальные места. В окрестностях Наринмара добровольцы собрали 30 мешков с отходами. Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции «Экологический субботник. Зелёная Россия». Порядка 30 добровольцев вышли в этот день на уборку лесного массива в окрестностях города. К акции присоединились волонтёры, сотрудники молодёжного центра, представители регионального отделения «Молодая гвардия» и члены общественной молодёжной палаты при администрации города. В этом году всероссийская акция посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. По всей стране 29 августа от Камчатки до Калининграда на уборку вышли более 5 миллионов человек. В нашем регионе масштабы не столь велики, но молодёжь внесла свой посильный вклад в общее дело. По рекомендации это должны быть либо скверы, парки, памятные места военные. У нас парки все находятся в надлежащем виде, поэтому там убирать нечего. Либо второй вариант был лесные массивы. Собственно говоря, выбрали молодёжную поляну, именно потому что здесь постоянно проходят мероприятия окружного уровня, и постоянно это место является сбором для молодёжи. Место пользуется популярностью не только у молодёжи, но и у отдыхающих, которые не всегда следят за чистотой леса. На местах пикников оставлены пластиковая посуда, бумага, полиэтиленовые пакеты, бутылки и даже бочки. Чтобы разложить простое бумажное полотенце, необходимо 2-3 дня. Для пластиковых бутылок и одноразовой посуды понадобится от 100 до 200 лет. Для алюминиевой банки – 500, а стекло разлагается более тысячи лет. Чтобы не оставить потомкам горы мусора, необходимо усвоить всего одно правило. Чтобы они сразу же приезжают куда-то, чтобы пакеты брали с собой, всё выкидывали, уже выкидывали на контейнеры специально есть. Но, видимо, немногих заботит сохранность нашей ранимой северной природы. И поэтому волонтёры ежегодно собирают сотни килограммов мусора. В ходе субботника «Зелёная Россия-2015» добровольцы в окрестностях Наринмара собрали 30 мешков с отходами. Их вывезли на свалку машинами предприятия «Чистый город». В следующий раз акция «Зелёная Россия» пройдёт ровно через год. В конце августа неравнодушные жители региона могут присоединиться к активистам и очистить ещё один кусочек нашего северного края. В Казани завершился пятый всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В уникальном мероприятии приняли участие около 150 пенсионеров из 71 субъекта Российской Федерации, что стало рекордным за всю пятилетнюю историю чемпионата. Не остались без наград и пенсионеры из Ненинского округа. 147 бабушек и дедушек со всей России и стран зарубежья с помощью мышки и клавиатуры выясняли, кто лучше и грамотнее. От нашего округа пенсионеров представляли Раиса Николаевна Палкина и Евгения Степановна Корсакова. Компьютеры они начали осваивать в 2011 году на курсах компьютерной грамотности, которые организовал Союз пенсионеров. В июне 2015 года Раиса Палкина победила в отборочном этапе Всероссийского чемпионата в конкурсе «Цифровое сияние». Когда она была первой победителем наших соревнований, она написала стихотворение. Да, она стихотворение написала, и вот вы у нее попросите, я бы хотела, чтобы она сама почитала. Там она пишет, что раньше мы знали одни слова, а теперь мы знаем другие слова. И хоть нам и лет уже привечно, мы идем в новую с молодым. Ей нужно было совершенствоваться. Она стала ходить на курсы в библиотеку. Если есть что-то такое, вот она очень хотела поскакивать, она пришла к девочкам, девочки научите. Они ее вперед взяли. Сотрудники библиотеки проводили для Раисы Николаевны индивидуальные занятия, ведь впереди конкурс российского значения. К конкурсу готовились основательно. В портале Госуслуг готовили домашние задания, создавали презентации в PowerPoint. На чемпионате онлайн-пенсионерам предложили выполнить задания в каждой операционной системе. На выполнение строгий регламент – 20 минут. Задание трудное. Было три основных задания. Применить титулы верхний и нижний, пронумеровать эти страницы и в каждую страницу ввести определенный текст. Со всеми заданиями Раиса Палкина справилась, хотя, по словам участницы, очень волновалась. А впереди был торжественный момент – церемония награждения. Начинает награждение, жюри вышло, и вдруг объявляют. На сцену просим выйти Палкину Раису Николаевну. Я, конечно, не ожидала. Даже мороз по коже как-то так. Ну, пошла на сцену. Сразу объявили, что Палкина Раиса Николаевна – это самый старший участник пятого чемпионата многоборья среди пенсионеров. Супер бабушка, так Раису Николаевну называть родственники, с компьютером не расстается. Даже своего новорожденного внука она увидела в числе первых по скайпу. Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok